а мы можем снять код подписчик подходит просит автограф ладно давай готова всем привет вы на канале философия скейтбординга сегодня вам расскажу про трюк при сушат ли и про его исполнение во всех стойках трешка это вращение скейтборда на 360 градусов и поворот вокруг собственной оси как говорят по discovery щелчок нет подскок с переворотом доски на 360 градусов что за трюк вот такой вот доска выполняет 300 поп шовит кикфлип да вокруг собственной оси один раз ловится и уезжается очень красивый зрелищный трюк мой мой трешат лип начался с фэйки биг флипа при файке биг флипе скейтборд также делает оборот на вокруг своей оси на 360 градусов но при этом поворачивается тело трюк достаточно легкий а я очень хотел научиться трешку но на обучение этого трюка я потратил наверное года пол у меня вообще не получалось увести ее со своей стойки я был довольно маленький и в общем а первоначально было сложно но я очень мечтал и просто делаю как раз тот период попал на зимнее катание это был мой первый первый год катание началась полгода началась зима и мы с ребятами просто учились этот трюк в переходе чтобы не пугаться допустим если вы начинаете пробовать делать этот трюк только сейчас возможно придется потратить по 200 300 а то и тысячу попыток в день и не добиться успеха но рано или поздно придет осознание того как делать этот элемент как делать трешку или трешка будет здесь нас стабильной по крайней мере в своей стойке дальше после фэйки биг флипа я самый первый самый первый трех который приземлил это фэйки трешка вот интересно почему мы что-то из-за центробежной силы уважаемые ребята физики напишите в комментариях что это центробежная сила или что почему с фэйки сделать трешку намного проще чем со своей кстати попробуйте действительно вот моя треха началась с фэйки после того как я поставил ее фэйки я я я начал в общем просто продолжил делать ее своей и попытка за попыткой попытка уехать я пробовал набрать больше скорости но сейчас вот уже прокатавшись довольно большое время я не плюс посмотрел большое количество обучалок кстати про обучалки то же самое смотрел скейт-видео в основном театр абсурда вот мое первое скейт-видео которое в целом посмотрел видел как делает треху денис волков во флете ставил на паузу пробелами пробелами пробел смотрел как он прям вот ставит 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 откуда он щелкает щелкать и вот каждый раз приходил и пытался повторить вот это вот исполнение ребят профессионалов не очень сильно хотелось сделать так же как они вот и в конце концов пришло понимание что очень небольшую роль играет щелчок краткая обучалка нужно ногой ногой вот сейчас надеюсь меня видно щелчковую ногу нужно поставить вот сюда на тейл таким образом чтобы большой палец стоял прямо на изгибе вы должны чувствовать доску большим пальцем ноги а вот эта нога неважно гуф его или регуляр должна стоять на центре на центре скейтборда и чуть-чуть повернута дальше делается щелчок нельзя сказать что трешка и 360 шовит это одно и то же то есть я когда научился трешку я не умел 360 шовит я умел в эрил кикфлип точно файки треху но файки 3 шовит я научился делать когда уже делал свой стабильный ну если речь про щелчковый высокий вот и и все нужно нужно сильно сильно щелкнуть запомните большой палец ноги большой палец ноги во всех стойках что свить вот так фейки 0 и делается таким образом что большой палец ноги стоит вот здесь на изгибе вот таким вот образом и происходит сильный сильный щелчок вперед вот так и после щелчка необходимо задать вращение скейтборду путем выполнения кик флипа то есть вот такая стойка мы прям стоим большим пальцем ноги чувствуем скейтборд здесь тоже самое без вес больших пальцах ног больших пальцев вот мы прям чувствую дальше щелкаем ловим скейтборд и уезжает с траве анрио не анрио дальше после того как я выучил наверное первое первое треха которую я сделал без всяких тик таков без рук принесла мне столько счастья детского было там 12 лет я просто кричал как как сильно я был доволен что наконец-то трюк мне поддался за счет чего он мне поддался за счет того что я просто делал 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 честно я полгода наверное полгода просто потратил но очень сильно нравилось кататься и сейчас еще немножко немножко другой философии этот навык стремиться стараться и изучать в будущем очень сильно поможет особенно если вы маленький ребенок или ваши дети хотят кататься на скейтборде достигать успехов в других сферах жизни не только в спорте это и учеба и работа и в целом другие хобби каких может быть просто масса и для меня меня очень многому научил скейтборд потому что я я катаюсь уже лет 16 и вся все мое катание это борьба и изучение трюков борьба со страхом и потом желание выполнять эти трюки через препятствия через какие-то ступени и каждый раз платится просто колоссальная колоссальная энергия на то чтобы это выполнить на борьбу со страхом и затем все это я просто переношу в свою жизнь в учебу в работу в то чтобы продолжать учиться развиваться и так просто жить здорово все жизнь после того как ко мне пришли эти два трюка я я уже умел делать трешку со ступени я помню сделал ее с 3 с 4 с какого-то гэпчика мне так нравилось что скейтборд крутится вот так вот в 360 градусов это было так красиво и я умел уже кататься в свитч стойки флиповать и мне захотелось так как я большой поклонник повара дригеза и фанат его и шейну него конечно фанат его 0 и трешки свитч трешки я решил научиться свитч трешку сама первые попытки свитч трехи были не очень удачные понятно я решил начать с 0 и тоже ты как есть свои стойки просто переставляешь ноги делаешь 0 и 3 у принцип точно такой же как фейки абсолютно никаких секретов вообще нет никаких секретов точно такой же щелчок сильное вращение скейтборда и вытяжка главное помните щелчок вытяжка прыжок сильный щелчок сильный щелчок вперед во всех стойках почему вперед для того чтобы прокрутился ну как просто шоиц кейт сделал оборот на 360 градусов и не забывайте про кикфлип кикфлип нужно делать обязательно то есть трешка некоторые люди думают что или говорят что трешка это только щелчок нет трешка это щелчок и вытяжка обязательно и так щелчок вытяжка прыжок а дальше как только вы сделаете новую трешку можно работать над стилем вообще есть очень много стилей исполнения 360 клипа можно вытягивать две ноги вперед можно ничего не вытягивать ловить его на 2 можно оттягивать заднюю ногу делать как будто в одну можно просто приземлять его в одну ногу уезжать на одной все зависит от того как вам самим нравится в этом и интерес и искусство скейтбординга в том что существует большое количество разных стилей и райдер не должен кататься как-то райдер катается так как ему нравится ему нравится так делать таким образом вытягивать или оттаскивать стези трешка он так и будет делать вот и это будет круто вот и собственно все секретов нет никаких просто щелчок вытяжка прыжок и оттачивание мастерства это катание пусть не ежедневная кататься надо столько сколько получается получать удовольствие даже от того что трюки порой не получаются но тысячи попыток 2000 неудачных а 2001 будет удачной главное набраться терпения и стараться вот и все никаких секретов только только упорный труд и любовь к спорту скейтбордингу хотя кто-то сейчас скажет что это не спорт ну в общем это философия скейтбординга я надеюсь что у меня получилось вам объяснить и может быть вы что-то откройте для себя новое и отточите этот трюк в четырех стойках это вам поможет геймов скейта выигрывать вот свеч трюшку задаешь скейт все таки а не хочу свеч сделать я хочу мне очень нравится свеч вот всем респект катайтесь на скейтборде это супер круто